Привет, друзья! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом видео я хочу рассказать вам про новый девайс от компании Lost Vape под названием Ursa Mini Pot Kit. Девайс поставляется вот в такой вот миниатюрной картонной упаковке. На лицевой стороне у нас все как всегда. Логотип производителя, название устройства и изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри. На противоположной стороне также никаких изменений, комплектация и технические характеристики. Открыв коробку, мы первым делом увидим инструкцию, к сожалению, без русского языка, но по большому счету он нам не нужен. Гарантийный талон официальный от Lost Vape. Также мы увидим сам девайс в собранном состоянии вместе с картриджем. И еще одну небольшую коробочку, в которой будет находиться два сменных испарителя и один кабель USB Type-C. Lost Vape представили уменьшенную версию своего девайса Ursa Quest. Корпус мода выполнен из металла, а центральная вставка может быть двух видов. Первый это кожа, а второй текстурированный металл. Всего же представлено 8 вариантов расцветок. 4 с кожей, 4 с текстурированным металлом. Стоит отдать должное дизайнерам компании Lost Vape. Они сделали действительно удобный и приятный девайс. И при удержании в руке у вас не появится никакого дискомфорта. На лицевой панели расположилась довольно большая квадратная кнопка Fire. Чуть ниже находится информативный дисплей. И в самом низу расположились кнопки плюс и минус. На дне находится разъем USB Type-C для зарядки устройства. Внутри этого девайса разместилась хорошая плата, которая обладает всевозможными защитами. Также внутри есть довольно большой аккумулятор на 1200 мАч. Для зарядки от 0 до 100% вам потребуется всего лишь 45 минут. В плане функционала здесь все очень просто. Есть лишь режим баривата с регулировкой мощности от 5 до 30 Вт. В верхней части девайса спряталась полноценная регулировка обдува. Настраивается все при помощи поворотного кольца. Затяжку можно отстроить от совсем тугой до свободной кальянной. Картридж обладает довольно нестандартным объемом в 3 мл. Крепится он к корпусу МОДО при помощи прочных магнитов. Держится все надежно и ничего не болтается. Работает данный картридж от сменных испарителей. Одного испарителя будет хватать примерно на 2 недели использования. Если будете парить довольно крепкую жидкость, то одного заряда аккумулятора должно хватить на 1 день. Разве что возможно придется подзаправить ваш бачок. Для такого устройства идеальным соотношением жидкости будет 60 на 40 в сторону глицерина. И конечно же на этом устройстве можно парить как солевой никотин, так и обычный. И можно парить даже нулевку. В конце ролика хочу сказать, что это потрясающий девайс для новичков. Он обладает минимальным, но при этом полезным функционалом. У него довольно вкусные картриджи. Есть полноценная регулировка обдува. И довольно большой аккумулятор, который заряжается всего лишь за 45 минут. С вами был Глеб и сигарет нет. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.